Мечта уже осуществлена в какой-то степени Василия. Его амбиции были обоснованы, мы увидели в поединке. И действительно он стал современным рекордсменом. Более того, таких случаев, когда одно поражение и одна победа на профессиональном ринге, и ты еще раз получаешь шанс боксировать звание чемпиона мира. Я не знаю, когда такое в ближайшее время будет. Так что, я думаю, этот рекорд не скоро кто-то побьет. Всем это интересно. Тот, что дальше, с кем боксировать дальше. Ну, конечно, можно обращать свой взор на других чемпионов. Это Евгений Градович, который уже сказал о том, что он не против боксировать с Василием и что такая возможность будет, но только не в этом году. И я думаю, с учетом всех обстоятельств, бой украинца Ломаченко против россиянина Градовича будет особое внимание иметь. Вот. Ну, а самая большая звезда это сейчас Нанита Данейр. Это филиппинец, который можно считаться, в общем-то, Мэнни Пакьяо номер два. И он достаточно известен в Америке. И он действительно классный боксер. Мы его помним по поединку против еще одного украинца Владимира Сидоренко. Вот. И поэтому там остались вопросы. Хотелось бы, чтобы Василий встретился с Нанитой Данейром. Это действительно, вот это будет мега-файт. Потому что сейчас Василию нужны бои с известными боксерами. Те, кто привлекает внимание не только у нас, а в первую очередь в Штатах. Потому что, как ни странно, вечер бокса, где один бой был чемпионским, это Рассел Ломаченко. И он был каким-то главным боем андеркарта, а не главным боем вечера. Вот. И мы видели полупустые трибуны. Это немного неприятно. Но Василий выбрал такой путь. Он понимает, что, несмотря на все свои регалии в любительском боксе, в Америке пока что о нем мало кто знает. И бой с Расселом тоже, наверное, не помог там сильно поднять свой рейтинг. Потому что Рассел тоже не особо известный боксер. Но, в любом случае, на него уже специалисты обратили внимание. Так что, я думаю, в ближайшее время мы будем видеть какие-то бои с более серьезными громкими именами. Витископ. Спортивное видео.